Девятого мая Девятого мая Девятого мая Сильная эмоция вызвала программа, связанная с первым годом войны. Школьный вальс выпускников 1941 года, выполнение нормативов ГТО, народные хороводные игры и суровый голос легендарного диктора Юрия Левитана, возвестивший о начале Великой Отечественной войны. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Пять с половиной месяцев шли упорные бои. Символом контрнаступления Красной Армии стал легендарный танк Т-34, рядом с которым была развернута выставка боевой техники и оружия. Студенты и преподаватели Омского техникума мясной и молочной промышленности пришли на этот замечательный праздник и сфотографировались на фоне танка Т-34, который самый главный символ нашей победы. Он прошел все дни войны, от первого до последнего и был самым главным героем нашей победы. Спасибо нашим героям, нашим дедам, нашим танкистам, нашим всем воинам за эту победу. Очень здорово, что молодежь может увидеть образцы Великой Отечественной войны, более современные. Будет смотреть то, чем воевали наши предки, спасая нашу землю от захватчиков. Далее мячи могли познакомиться с другими значимыми событиями Великой Отечественной войны, узнать о вкладе нашего региона в победу. Прошлись по бульвару Победы, начиная от 41-го и вот постепенно приближаемся к 45-му. Замечательная экспозиция, очень интересно, очень познавательно, замечательный пример для подрастающих поколений. Участники праздника активно делали снимки в фотозоне у землянки, пробовали силы на площадке радиоуправляемых моделей. Все желающие могли подкрепиться с солдатской кашей с чаем на полевой кухне. Праздничную программу сопровождал духовой оркестр. Также мячи могли сделать фото на фоне буквы «З», выразить поддержку президенту страны и российской армии. Для меня этот День Победы особенный, потому что сейчас наша страна проводит спецоперацию, которая очень нужна жителям Украины, Новороссии и Донбасса. Я верю в победу и полностью поддерживаю нашу спецоперацию, которая имеет и смысл духовный, потому что мы должны победить нацизм и в 22-м году, так, как победили его в 45-м. В завершении акции были возложены цветы к монументу «Слава героям!»